Всем привет друзья, меня зовут Максим Шубин, канал это реально интересно и сегодня у меня немножко необычный формат, это новостной формат, надеюсь вам понравится, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, друзьям рассказывайте, колокольчик нажимайте и поехали! Худшие прогнозы не оправдались, цена на PlayStation 5 стала известна. PlayStation 5 выйдет 14 ноября в Японии и 20 ноября в США и странах Европы. Будет ли среди этих стран Россия? Инсайдер не уточнил. Цена PlayStation 5 составит около 399 долларов, это около 28 тысяч рублей за цифровую версию без дисковода и 499 долларов за модель с дисководом. Утечка подтвердила предыдущую информацию о стоимости PlayStation 5, опубликованную ранее несколькими инсайдерами. Также были раскрыты некоторые цены на некоторые гаджеты для PlayStation 5. Беспроводная гарнитура вам обойдется в 160 долларов, это 11 тысяч рублей. Контроллер DualSense 60 долларов 4200 рублей, зарядная станция для DualSense 30 долларов 2100 рублей, пульт дистанционного управления 30 баксов 2100 рублей, HD камера 60 долларов 4200 рублей, вертикальная подставка 25 долларов 1700 рублей. Я приятно удивлен и очень хотелось бы приобрести первую плойку в своей жизни для эксклюзивов и для GTA 6 конечно же. А ты будешь покупать PS5? Напиши об этом в комментариях. И спонсор этого видео COVID-19. COVID-19 есть я, нет рекламы у меня. Ссылка в описании. 14 июля выход Dead Stranding на Windows. Игра выйдет в стиме за 3499 рублей. Мне кажется или ребята из 505 Games забыли что игра выходит в стиме на ПК, а не на PlayStation 5 и цена должна быть ниже. Хотя бы 2000 рублей. И лично я хотел бы опробовать игру, но за такие деньги, пожалуй, я уже не хочу в нее играть. Бомба, пушка, новость дня! Канни Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США. Цитирую. Мы должны реализовать надежду Америки, доверяя Богу, объединяя наше видни и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов, написал он на своей странице в Твиттер. А как же молодой, цветущий, энергичный Дональд Трамп? Или в какой-то стране могут быть честные выборы? Хотя, с учетом движения Black Lives Matter и с учетом его большой популярности, он может повторить успех Владимира Зеленского. Когда человек из шоу-бизнеса, не связанный с политикой, стал президентом целой страны. В любом случае, желаю успеха Канни в музыке, а не в президентской гонке. Он ведь классный музыкант. И займется этой политикой, и кого я буду слушать? SpaceX обогнала Россию по числу запусков за 2020 год. А также Японию и Европу. Но надежда на лидерство России или других стран еще есть. Ведь прошла только половина 2020 года. Стало известно, какая игра для грядущей консоли PlayStation 5 будет иметь поддержку кадровой частоты 120 фпс. Так, по словам директора, по разработке гоночной игры Dirt 5, RoboCarp, именно данный тайтл получит поддержку 120 фпс. Игру должны представить в октябре текущего года. И еще новость. Появился новый супертехнологичный мангал специальный для геймеров. Главным туплевым является Dirt 5. Стоимость ПК-версии игры Horizon Zero Dawn в России неожиданно выросла в 3 раза. Так, буквально вчера вечером пользователи Steam обнаружили, что цена на игру резко выросла с 930 рублей до 2800 рублей. Стоит отметить, что помимо Steam предзаказ на игру был открыт и в Epic Game Store. Там, к слову, стоимость игры осталась неизменной 1099 рублей. Похоже, это очередной удар по Steam со стороны Epic Game Store. Но есть и хорошие новости. В PlayStation Store началась очередная распродажа. Игры для консоли получили скидки до 95%. Распродажа завершится 16 июля в 2 часа ночи по московскому времени. В рамках ации шутер от первого лица со вселенной Звездных Войн Star Wars Battlefront можно купить за 349 рублей вместо 1399. А Battlefield V на время акции ценена в 1049 рублей вместо 3499 рублей. А теперь немного странностей. Игроки пригрызли убийством актрисы озвучки The Last of Us 2. Настолько они ненавидят персонажа Эбби, чтобы была понятна суть скандала. Напомню, игру The Last of Us 2, часть 2, в сообществе восприняли неоднозначно. Журналисты поставили высший балл, а вот многим игрокам она не понравилась. Это привело к обрушению рейтинга The Last of Us 2 на метакритик. Эбби это изначально антагонист Элли, главной героини серии игры. Но при чем тут актриса озвучки? Что она вам сделала, чтобы ей сыпались угрозы расправе? Хотя возможно это продуманный пиар-ход для игры. Sony умеет создавать по одной консоли PlayStation 4 каждые 30 секунд. Компания автоматизировала процесс на одном из своих предприятий в Японии. Будущее уже наступило, и оно в Японии. А в России по-прежнему графика и процессоры из 20 века и айфоны из Китая. Индийский подросток потратил заработанные родителями 27 тысячу с половиной долларов на игру PUBG. А теперь схема, как разводить родителей на бабло. В качестве оправдания длительного использования смартфона мальчик говорил родителям, что занимается онлайн уроками. Однако вместо этого подросток скупал игровые функции, в числе которых виртуальные боеприпасы, королевские пропуска и артиллерии. А также тратил средства на внутригодовые покупки для себя и товарищей. У пацанчика был доступ к трем банковским счетам родителей. Сынок, а что мы будем есть? Да я в папке купил энергетические печеньки. Точно не пропадем. Нам хана. Ну и напоследок. Apple не будет класть зарядку у новых айфонов, ссылаясь на то, что уже и так много накопилось зарядных устройств. Вопрос обычного пользования для сети. А если я первый раз собрался купить новый айфон? Покупай зарядку отдельно. А если на моем старом айфон? Вот сгрыз зарядку. Или я просто потерял и покупаю новый айфон, надеюсь, на полный комплект. Покупай зарядку отдельно за 3000 рублей. У меня все. Как тебе выпуск? Как тебе новый формат? Напиши об этом в комментариях, если было интересно, то поделись этим роликом в своих социальных сетях и со своими друзьями. Сделай это, если веришь в карму, а если не веришь в это, то тоже сделай. Ставь лайк и подписывайся на канал и нажимай на колокольчик правильно, чтобы приходили уведомления обо всех новых роликах, а не только тех, которые YouTube посчитает клевыми. И подписывайся на все мои социальные сети. Все ссылки есть в описании. До встречи!